Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Шевченко, и это видео для всех тех, кто хочет познакомиться со стилем фанк в простой и доступной форме, и разобраться в его основах в максимально короткие сроки. Фанк — это жанр, где очень важно играть ритмично. К сожалению, я вижу, что большинство гитаристов, которые интересуются фанком, не очень понимают, как его играть. Эти гитаристы не понимают, из чего ритмически состоит фанк и его базовые основы — аккорды, глушения, мелодические ходы, которые вы можете добавлять к аккордам и так далее. То есть нет сформированной теоретической базы по фанку. Но даже если гитаристы разобрались вот с этими моментами, которые я озвучил выше, то я вижу следующее. Гитаристы не понимают, что такое пульсация, то есть что такое длительности, шестнадцатые, триольные шестнадцатые, восьмые, то есть все эти вещи, построение такта, построение шестнадцатых, для них просто темный лес. Они играют интуитивно. Либо они не понимают базовых элементов фанковой техники, как то мертвые ноты, глушение и глушение отдельных нот. Ну и одна из самых главных распространенных проблем, что многие не понимают, как заниматься под метроном, и поэтому боятся его и избегают как огня. Это лишь небольшая часть проблем, что я вижу в студентов, которые пытаются играть фанк самостоятельно. Участники нашего сообщества уже в течение, пожалуй, трех лет просили нас сделать курс по фанку. И вот, наконец, сегодня этот день настал. Мы только что закончили наш курс основы фанка, который собрал в себе все, что необходимо знать гитаристу для успешного начала изучения стиля фанк на электрогитаре. После его прохождения вы будете понимать основы и базовые приемы фанки, с помощью которых вы сможете спокойно развиваться дальше. Научитесь играть все базовые фанковые аккорды. Выучите несколько десятков каноничных рифов и ритмических рисунков. Овладеете необходимыми техническими и теоретическими основами, необходимыми для игры фанка. Так что вы спокойно сможете играть фанк в любой группе, на джеме или просто под байкинг трек. В этом курсе мы сделали особо большой акцент именно на отработке практических навыков, ну и, конечно, упражнениях. То есть, как только мы знакомимся с новым аккордом или с новыми аккордовыми мелодическими фишками, сразу же идет акцент на отработку этого материала через упражнения. То есть, мы закрепляем основные приемы, наслаиваем на эти основные приемы еще другие, потом добавляем в получившийся букет еще и еще приемов, и в конце концов у нас получается очень и очень разнообразная фанковая гитара. То есть, весь этот курс напоминает такой слоеный вкусный пирог, где мы начинаем с основ и доходим до невероятных высот в освоении и разнообразии фанковой гитары. Курс состоит из шести подробных разделов, и вот что мы в них разбираем. В первом разделе мы ознакомимся с вами с базовыми фанковыми техниками. Вы узнаете, как правильно играть вашей правой рукой, ознакомитесь с мертвыми нотами и типичными ошибками, с которыми сталкиваются гитаристы при попытках играть фанк. Узнаете, что такое шестнадцатая нота и пульсация шестнадцатыми, далее вы выучите свой первый фанк аккорд, и уже будете под барабаны, как настоящий профессионал, отрабатывать ваши первые фанковые ритмы, делая акцент на отработке совершенно разных акцентов в рамках этих ритмов. Во втором разделе мы разберем основные фишки с аккордами в фанке. Вы научитесь использовать полутоновые сдвиги, слайды, короткие и длинные, вы научитесь использовать сдвоенные ноты в аккордах, и, конечно, вы уже можете начать импровизировать и создать собственные рифы в рамках вот этих вот полученных знаний. Опять же, чтобы вам было из чего это все учить, это сопровождается огромным количеством примеров для отработки. Третий раздел посвящен фанковым аккордам. Вы узнаете основные аппликатуры аккордов, вы узнаете основные аппликатуры аккордов с настройками, естественно, вы узнаете, как сочетать их между собой. Также расскажу вам про нюансы исполнения аккордов с задержанием, так называемой сасы, и многое другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В четвертом разделе мы будем с вами рассматривать именно минорные вариации и минорные аккорды при игре фанка. То есть в фанке у вас есть два типа аккордов. Одни мажорные, так называемые доминансы от аккорда, и мы рассказываем, как они строятся. И чем отличаются, естественно, от них минорные, как по звучанию, так и по, так сказать, построению, по их теоретической основе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В пятом разделе мы с вами углубимся в так называемые сингл-нотс и одноголосые рифы, если по-русски. Выучим с вами базовый одноголосый риф, научимся играть его как с глушением, так и с открытыми струнами, и посмотрим, как это работает в разных музыкальных ситуациях. И потом выучим много таких вот рифов для мажора, минора и, в общем, для фактически любых жизненных музыкальных ситуаций. Также в этом разделе мы с вами посмотрим одну важнейшую деталь и технику при исполнении фанка. Мы научимся играть по одной струне, при этом заглушая все остальные струны левой рукой. Это очень эффективный приём при исполнении фанковых и фанк-роковых линий, и обычно именно он вызывает довольно большое затруднение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и в шестом, разделе мы с вами совместим игру аккордов и вот этих вот мелодических линий. Я покажу вам, как обыгрывать конкретные аккорды в отдельно взятом приёме. То есть у вас наряду с аккордами идёт мелодия, и это всегда звучит очень-очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот лишь небольшая часть того, чему вы научитесь на протяжении всех этих разделов. Все уроки сопровождаются минусами и этапами для вашего удобства. И вот, кому я рекомендую этот курс. Во-первых, естественно, если вам нравится и интересен фанк, как стиль музыки. И вы хотите начать знакомиться с гитарой в этом стиле музыки, либо уже начинали это делать, но прогресса особого вы не обнаружили и с огорчением перестали это делать. С курсом «Основы фанка» вы сможете должным образом вникнуть в этот стиль. Во-вторых, если вы даже небольшой поклонник фанковой музыки, но при этом хотите играть очень чётко и ритмично. Если у вас проблемы с игрой под метроном, или вы вообще никогда этого не делали, если у вас проблемы с ритмичным исполнением тех партий, которые вы разбираете и играете, то с этим курсом ваша игра станет намного ритмичнее, техничнее, ваш звук, естественно, улучшится. Так что это очень важный курс в целом для вашего развития как гитариста, ибо с конца 60-х годов фанк плотно вошёл во все стили музыки и не уходит оттуда до сих пор. Ну и в-третьих, даже если вы играете рок или блюз, то вы обнаружите огромное количество идей для того, чтобы разнообразить ваши гитарные партии, прифанковать их, ставить интересные аккорды, которых вы раньше не знали, то есть сделать вашу игру намного-много разнообразнее и привлекательнее для слушателя. Весь курс вы будете проходить со мной, с Денисом Шевченко. Я преподаю уже более 15 лет, и более 6 лет мы радуем вас новыми уроками в сообществе Первый Лад. Так что если вы хотите освоиться с фанковой гитарой в максимально быстрые сроки, то проходите по ссылке под видео и встретимся внутри курса. Как всегда на Первом Ладу все покупки защищены 30-дневной гарантией возврата денег, так что если вам в этом курсе что-то не понравится, то спокойно пишите нам, и мы без лишних вопросов вернём вам все деньги. К тому же в честь запуска этого нового курса, если вы приобретёте его до 16 июля, то вы сможете получить его а. по спеццене, и б. с дополнительными бонусами. Первый бонус, который мы подготовили для вас, это две специально сочинённые мной пьесы, чтобы вы разобрали их, сыграли и понимали, как строится фанковая музыка в рамках уже сочинения собственных композиций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в бонусе 2 я расскажу вам про самые известные и самые клёвые фанковые группы фанковых музыкантов, на что обратить внимание, что послушать, как ориентироваться в мире фанковой музыки и фанковых гитаристов спокойно и блистать этими знаниями в гитарном обществе. А бонус 3 – это специальный курс «Теория ритма», в котором мы шлифуем все возможные ритмические конфигурации, построения. Пройдя этот курс, у вас не останется никаких вопросов по ритму ни в роке, ни в блюзе, ни в фанке, ни в джазе. Так что, если вы готовы освоиться с фанком и разобраться в его хитростях и приёмах в максимально короткие сроки, то проходите по ссылке в описании и увидимся уже внутри этого курса. Субтитры создавал DimaTorzok